Доброго времени суток YouTube, уважаемая психологическая комьюнити, уважаемые наши контрагенты, психофизиологи, все, кто интересуется людьми, психикой человека. Буквально недавно, некоторое время назад, я выпустил достаточно, на мой взгляд, интересное видео, посвященное психологии воровства. В том видео я высказал одну очень простую естественную мысль, опираясь не на собственные какие-то там измышления, а на работы известных русских психиатров, прежде всего Снежневского и Ганнушкина. Вот Снежневский писал, что, excuse me, Ганнушкин писал о том, что психопатия, она постоянно, если быть точным, фраза эта звучала в его книге, клиника психопатии, статика, динамика и систематика, следующим образом. Психопатия – это дурнота характера, которого постоянно. Одним словом, если человек социопат, раньше это называлось психопатией, буквально недавно в МКБ-10, вот это новый термин социопатия, то есть расстройство социальной адаптации. И одним из расстройств социальной адаптации является воровство, то есть непреодолимая тяга к завладению чем-то недоступным, чем-то чужим. И, соответственно, такие люди, это, собственно, без экивоков, без всяких там размышлений, философствований и так далее, они являются социопатами, то есть они социально дезадаптированные личности. Ну, вот сейчас вот вы на своих экранах видите некие типы, типичные, так скажем, да, то есть для людей, склонных к воровству. Вообще, некоторые из этих картинок – это реальные фотографии, реальных людей, которые совершали в своей жизни, в моей жизни, в окружающей меня жизни, какие-то преступления, связанные с воровством, то есть реально крали деньги. Но в большинстве из этих, даже не картинок, а рисунков, это такие вот изображения. Ну, давайте я вам покажу эти изображения, да. Это есть такой замечательный тест портретных выборов сонди. У меня Ольга Николаевна, моя сотрудница, очень горит этим тестом, этой методикой, долгое время им занимается, этим тестом. Им надо жить, им надо постоянно пользоваться, работать, он у нас в наличии лаборатории есть у каждого специалиста. И иногда я вижу, что они берут эти тесты, помимо каких-то других патопсихологических методик и стандартизированных, и качественных, и количественных. И иногда дополнительных методик ММПИ применяют, методику там, понятно, может быть, да любую, УНП, уровень невротизации, психопатизации, методику НПУ, нервно-психической устойчивости, ММПИ, ну и ряд других методик применяют. Иногда они берут в руки вот этот самый тест сонди. Я им сам активно пользуюсь этой методикой, она мне очень нравится, она действительно рабочая. При создании, он не направлен на выявление как такового воровства, да, то есть склонности к воровству, но он позволяет выделять различного рода, я бы так сказал, обобщая, различные роды, виды психопатий. Да, то есть, когда этот тест создавался, там уделялось внимание тому, насколько человек асоциален, насколько он склонен к тем или иным асоциальным формам поведения. Одним из ведущих, главным из которых является, конечно, склонность к воровству, воровство как таковое. Сонди этим занимался очень, очень, очень внимательно, очень интересная теория у этого теста, у этой методики, он не совсем верно называть тестом. Он одновременно сочетает в себе и проективный, понятно, какой-то компонент, даже вот стимулный материал об этом свидетельствует, да, и он претендует на количественность оценок тех или иных расстройств личности у человека. Он там применял фотографии очень много картинок, да, то есть реальных людей из разных слоев общества, то есть асоциальных типов, там ученых, значит, известных и так далее и тому подобное. В конечном итоге все это связалось к не очень большому количеству картинок, карточек и, соответственно, он был адаптирован очень хорошо, для русской популярности, простите, для русской популяции. Ну и, соответственно, вот вы, то, что вы сейчас наблюдаете, вот я вам покажу, допустим, вот фотографии реального человека, это реальный человек, значит, тут вот тоже как бы должен быть реальный человек, некий Гребнев Антон Борисович. Вот он, я столкнулся, что этот человек украл, значит, не у меня украл, а у другого человека украл, в нашем городе проживает этот человек, проживал сейчас, я не знаю где, украл 20 тысяч. Вот этот человек тоже, его зовут Михаил, он украл 18 тысяч 600 рублей, это отдельная личность, о нем отдельный разговор, я думаю, что я запишу об этом человеке еще не одно видео, но посмотрим. Одним словом, сейчас речь идет именно о тесте сонди, тест сонди, он работает, предлагались, да, в дальнейшем последователи сонди предлагали другие какие-то дополнительные фотографии, дополнительные рисунки, я не знаю, как правильно их назвать, все-таки это реальные люди, жившие когда-то, да, в реальности, вот они были как бы перерисованы, да, значит, в картинке, не фотографии это, собственно, а картинки. И они тест пытались изучать, использовать ряд других авторов, но, в общем-то, ничего лучшего не придумали, чем классический этот тест, проективный тест сонди, тест портретных выборов, поэтому ничего лучшего не придумано, тест 100% работает, он у нас есть, мы его активно используем, и, соответственно, можем выявлять отклонения. В том числе, в том числе, сонди изначально уделял внимание лицам, склонных к воровству, то есть лица, которые в своей жизни совершали преступления, фактически это преступление, да, взять что-то чужое, на мой взгляд, человека, в общем-то, возрастного и воспитанного еще в советские времена, взять что-то чужое, да, то есть просто вот так вот, деньги, вещи, что угодно. Или не выполнить какое-то обещание, что тоже является, в общем-то, определенным типом воровства. Это, в общем-то, асоциальное поведение, это, в общем-то, больные люди, надо сказать. То есть, это люди, у которых нарушены нравственные, моральные, этические нормы и правила жизни, что такое хорошо, что такое плохо, то есть основа основ, даже элементарные какие-то понятия, как что такое хорошо, что такое плохо, кружка сын к отцу пришел и сказала кроха, что такое хорошо, что такое плохо. И вот эти люди не усвоили этих основополагающих форм поведения, оценок реальности, себя в этой реальности и, соответственно, пришли вот к такой искаженной реальности в своей жизни. Это больные люди, то есть это несомненно, то есть это социопатия, это неспособность человека соблюдать общеустановленные, общепринятые нормы и правила поведения в обществе. Но в обществе это как просто внешний фактор проявления, это люди, у которых нарушена нравственность, мораль и этика. Вот три основных столпа вообще существования любого человека, в здоровом обществе, здоровый дух, в здоровом человеке должно быть соответствие этому здоровому духу. Соответственно, эти люди нарушают основы основ и с какой-то морально-этической, философской, как угодно это можно назвать точкой зрения, они нарушают эти правила. Ну и, соответственно, с точки зрения здорового общества, вот эти люди, они нарушают этику, мораль и нравственность, принятую в обществе. Такие вот интересные товарищи и реальные люди, ну все тут реально живущие люди когда-то в свое время, да, ну вот есть некоторые, которые сейчас живут, эти люди, в частности вот этот Михаил, Андрей и тут еще Антон Гребнев. Гребнев. Реально, социопаты. Значит, что еще хочу забегая, я обязательно еще вернусь к тематике этого видео. Хочу сказать следующее, вот Ольга, мой сотрудник, который этим занимается, она обследует многих людей, как бы у нее такая, ну она, понятно, что она использует другие тесты в большей степени, но использует, очень часто используют в сонде. Я это вижу, слышу, как она, наверное, все проводит. И вот мы с ней беседуем, там сидим за чашкой кофе в обеденный перерыв, и она мне говорит, Виктор Николаевич, вы знаете, я обратил на одно внимание, обратил свое внимание на один очень интересный факт. Вот люди, для которых я выставляю не диагноз, а как бы критерий, некие оценки, социопатия, в том числе она говорит, я с вашего позволения использую оценку воровства по этому тесту, это позволяет этот тест стимульный материал, и сама методология позволяет это делать. Она, ну я не знаю, как это расценивать, корреляции каких-то у нас еще нет, но смысл в том, что она говорит, у этих людей, у всех очень писклявый голос, такая большая преамбула для такого короткого, это пока не доказано, это ничего не значит, то, о чем я говорю. Вот просто мы буквально недавно с ней разговаривали, сидели, пили кофе, напила чай, я пил кофе, и она говорит, у них всех писклявые голоса, то есть, когда у них какой-то момент ажитации, эмоционального какого-то напряжения, подъема или спада, они все начинают кукарекать, как петухи, то есть, срываются, знаете, как дети срываются иногда, когда, ну, дети, подростки, когда срываются на, ломается голос у них, он срывается на петуха, говорят, ну, дал петуха, про ребенка, там, 12-13-летнего, как про это, мужчин происходит. Вот она говорит, я вот обратил на это внимание, что когда я действительно вижу и думаю о том, что этот человек социопат, несомненно, то есть, определяюсь с этим абсолютно точно, то есть, как бы, да, под точкой, ну, так она для себя определяет это все. И, соответственно, когда они волнуются, они начинают срываться, давать петуха, то есть, очень пискляво начинают разговаривать. Это может быть расценено в большей степени как шутка, конечно, потому что никаких корреляций, исследований глубоких ей не проводилось. Она просто обратила на это внимание, что перед ее глазами реально проходят несколько, не один десяток, там, может быть, не два, не три, не четыре, а больше людей. Она проводит их диагностику по этому тесту и говорит, у них всех какой-то писклявый голос. С чем это связано? Ума не приложусь. С чем это связано? Почему это такое происходит? Ну, это ее такое вот убеждение твердое, что они, они дают петуха в разговоре, когда начинают волноваться эти люди. Зная этих людей лично всех, которые вот здесь изображены как реальные фотографии, я согласился с ее точкой зрения. В частности, Андрей, Михаил, Антон, они когда волновались, давали петуха. Может, это просто бред какой-то. Не исследование, не доказано, ничего. Просто вот она, когда мне озвучила, Оля, Ольга, озвучила эту идею, эту мысль, я, говорит, сама ничего не понимаю. Ну, вот так вот просто это наблюдение, не статистическое, ничем не подтвержденное. Просто вот это качественное наблюдение психолога, который работает с качественными методиками патопсихологическими, в том числе там с пиктограммами, допустим, опосредованным запониманием по Леонтьеву, рядом других, там ТАТ, РАТ, проективными методиками. Человек, в общем-то, прислушивающийся к каждой интонации, к каждой запятой в высказываниях формы речи, прислушивается очень внимательно, это набивается рука, появляется некий опыт, вот она эту закономерность, даже не закономерность, и какое-то чисто интуитивное наблюдение о том, что люди склонны к социальной дезадаптации. И, наверное, ну, как я здесь пишу воровство, это социальная социопатия, это психопаты по своей структуре, неадаптированные, слабоадаптированные люди. Они могут иметь высшее образование, они могут там красиво говорить, но, тем не менее, по факту, да, цыплят по осени считают, в деле судят по результатам, вот, зная некоторых людей, которые реально в моей жизни совершали воровские поступки, эти люди, они давали петуха. И вот Ольга подтвердила, моя сотрудница подтвердила этот такой вот смешной, непонятный, недоказанный, смешной факт, что люди склонны к социопатии, эмоционально неустойчивы, у них, наверное, какие-то еще нарушения требуют грандиозных исследований. У нас просто нет такой возможности, ни финансовых, ни человеческих ресурсов в лаборатории, чтобы посвятить этому много времени, потому что еще десятки, более десятки интересных вещей одновременно происходят в лаборатории и исследовательских, и диагностических, и коррекционных каких-то и так далее. Просто-напросто нет ресурсов для того, чтобы углубиться в эту тематику более глубоко. Но, вот, факт того, что у меня сотрудница этим увлечена и занимается уже не один год этим всем, долгое время исследует этих людей и выдает какие-то качественные, не количественные, ну, понятно, в подсонде есть и количественные, но качественные результаты по этой методике, и она говорит о том, что вот такая особенность у этих людей присутствует. И я, со своей стороны, с немалым опытом, передо мной прошли за 21 год работы сотни тысяч людей перед моими глазами, я этот факт подтверждаю, что эти люди, они иногда дают петуха, срывается у них голос в эмоциональном каком-то состоянии. Ну, это может быть так, ради интереса я вам рассказываю, но факт того, что я продолжаю серию о воровстве как таковом, тут можно добавить очень много картинок. Если вы мне будете присылать свои истории с фотографиями или как-то еще с описанием людей, которые совершали воровство в своей жизни, я это могу и буду передавать Ольге Владимировне, и она, соответственно, будет это все анализировать, то есть тот материал, который вы мне будете присылать. Если будете, не будете, значит не будете. Мы будем продолжать дальше работать по этой тематике. Худо ли, бедно ли, с учетом наших возможностей финансовых, временных и так далее. Мы будем продолжать это исследовать. Это очень интересная тема. Методика очень своеобразная, очень интересная. 100% она работает, но для того, чтобы она работала, специалист должен работать долгое время с ней, головой, внимательно прислушиваясь ко всем оборотам речи человека и так далее. Вот такой вот маленький рассказ, небольшой коллаж такой получился. И мне кажется, это интересно. Я думаю, что я буду продолжать эту тематику, посвященную социопатиям как таковым. Может быть не только воровству как таковому, тут можно добавить массу картинок, массу фотографий людей. Я буду добавить еще как минимум десятка, два фотографий, три. Догадайтесь, кого. Ну ладно, это отдельная тема для разговора. На этом, пожалуй, все. Если будет вам интересно, задавайте вопросы под этим видео, ставьте лайки обязательно, чтобы как можно больше людей это видео посмотрело. И, соответственно, я желаю всем удачи, здоровья и всего хорошего. Всем спасибо за внимание. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok